Виктор Чумак, заместитель генерального прокурора Украины, главный военный прокурор в 2019-2020 годах. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, слава Украине. Поздравляю всех с Днем Государственного Флага Украины. Спасибо, да. Героям слава. Спасибо. Итак, Путин, Львова Белова, власти Беларуси, теперь вот это Мильское. Открываются новые имена и пособники России, которые причастны к незаконной и преступной депортации наших детей в временно оккупированных территориях. Скажите, будет ли украинская прокуратура ходатайствовать перед Международным уголовным судом, чтобы и вот эта предприимчивая преступница Мильская получила ордер, как и Путин и Львова Белова? Ну, смотрите, я хочу сразу сказать, что это исполнительница. Понимаете, если говорить о Путине и о Львове Беловой, это люди, которые могут быть в роли организаторов преступления. Мильская, вот из-за того, что она делает, она делает это все, ну, скажем так, под эгидой или под прикрытием документов государственных, которые были подписаны имя омбудсменам, которые были, вернее, как бы, имплементированы омбудсменам, их по делам детей, Биоми, Ведолёва, Белова, и которые были подписаны самим Путиным. То есть, вот она занимается реализацией именно вот этих вот нормативных актов, которые бы выдали в это вот. Безусловно, она является преступницей, безусловно, она является частью этого преступления. Безусловно, она является человеком, по отношению которого должны быть приняты, ну, там, какие-то правовые решения, да, в том числе и выдача олера на арест. Я этого абсолютно не исключаю. То, что его нет сегодня, это не значит, что его не будет завтра или послезавтра. Но он обязательно будет, потому что человек сама признается, ну, сама писала в своих сетях, и вы это видели, вы это демонстрировали, о том, что, как бы, детей из Херсонской области было депортировано с территории Украины. Вот и вся история, я так думаю, что обязательно будет. А вы знаете, что вот действительно, Виктор, вы говорите, она сама признается, сама писала в соцсетях, вот это вот и поражает. Вот эти военные преступницы, да, Львова Белова, вот эта так называемая благотворительница Мильская, они не пытаются скрывать, что содействовали и участвовали в воровстве украинских детей на временно оккупированных территориях. В открытом доступе фактически немало информации для Международного уголовного суда. Но при этом, скажите, что им позволяет так себя вести, или кто дает им право чувствовать себя неприкосновенными и безнаказанными? Их страна, их террористическая страна, это политика, государственная политика этой террористической страны. И они вмонтированы в государственную политику этого, этой государственного терроризма. Этого государственного, а это уже можно считать, ну, я говорю, с моей точки зрения, можно считать, в принципе, предпосылками к актам геноцида. Потому что похищение детей, изменение национального состава, там, в принципе, перевоспитание детей в духе неприязни, в духе ненависти к своей Большей Родине, это уже является актами геноцида. Понимаете? И поэтому эта страна, которая ведет войну, как мое глубокое убеждение, это война является основанием, основанием, под которое влежит геноцид, преступление геноцида, вот это им и позволяет. Во-первых, они не чувствуют за собой никакой вины, потому что, как бы, они в своей стране являются, ну, почти героями, их героизируют, а они, наоборот, говорят, что вы там похилие. А второе, в принципе, как бы, они чувствуют безнаказанность, пока, они чувствуют безнаказанность, пока, потому что, по большому счету, их поддерживает высшее руководство Российской Федерации. Вот и все это позволяет им так вести. Вот когда они получат, там, ордер, вот Минская получит, там, как бы, предупреждение, а может, она и не получит ордер, может, публичного об этом никто не будет и знать, понимаете? Хотя ордер сам по себе будет, а публичный об этом никто не будет и знать. Поедет в Минскую какую-нибудь, в какую-нибудь Чинляндию или где, куда она там хочет поехать, там еще, а там ее возьмут и обрестуют. И все. Пускай позвонит. Это тоже будет правильно. Пускай у Путина спросят, как ездить с ордером. Да, абсолютно точно. Абсолютно точно. Вот видите, Путин уже никуда не ездит. Путин уже никуда не ездит. Все. Даже в Турцию не поехал. В Турцию он тоже боится поехать. Да, в Турцию он тоже боится. На Брикс он не поехал. Вот вам ответ. Он становится изгоем. Да. Официально в прокуратуре называют цифру 19 546 украденных украинских детей. В докладе в июле этого года, когда военная преступница Львова-Белова указала, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в России были вывезены около 4,8 миллиона жителей Украины. Из них более 700 тысяч дети. Ну, просто шокирующая цифра. Это может быть правдой, Виктор? Знаете, я ставлю по сомнениям эту цифру, хотя, 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 что я хотел сказать. Если у них нормативы какие-то, им надо было это сказать. Начинает, начинает это все считать с 14 года, то цифра может быть очень большая. Цифра может быть для нас очень большая, да, если начинающая это с 14 года. А если же это считать с прошлого года, то это, конечно, цифра нереальная, абсолютно нереальная. Абсолютно нереальная, потому что, во-первых, столько населения не было там, скажем, в принципе, под временной оккупацией, да, как бы, такого количества населения, в частности, детей в том числе и не было. Поэтому это надо было, а если и было, то это значит, надо было просто вывести каждого второго, как минимум. Вот, поэтому цифра это нереальная, я думаю, что в прокуратуре цифрами оперируют более реалистическими. Вот, но если взять с 14 года, то да, наверное, очень много людей переселилось. Переселилось, я повторяю, переселилось. И если они вместе с переселенцами считают все это, вот, переселилось в Россию. Более того, мы же знаем, что там работало достаточно много украинцев на время начала войны, с 14-го года. Там все равно продолжали работать наши граждане. То тогда цифра может быть достаточно большая. И дальше самые страшные цифры этой войны, это гибели детей. И вот, Мариупольское сопротивление получило документы из моргов, подтверждающие убийство 101 ребенка в Мариуполе во время российского захвата города. Дети, убитые во время этих массированных российских бомбардировок весной прошлого года, прошли через регистрацию в моргах временно оккупированных Мариуполя, Мангуша и Новоазовска. В областной военной администрации верифицировали эти списки с теми, которые уже имели. И выяснилось, что в целом уже известно о гибели 147 детей в Мариуполе. И ведь не исключено, что и этот страшнейший список не окончательный. Так, Верия? Ну, это безусловно. Мы можем только это окончательно, мы можем подвести эти списки, это, знаете, вернув в Мариуполь. И то я бы не сказал, что это может быть абсолютно точно до одного человека. Потому что, как бы, а если погибла вся семья? А если погибли люди, которые могли бы стать свидетелями гибели ребенка, но их тоже как бы нет? То есть, как бы, этот список может быть еще далеко не окончательным. Да. Я просто скажу, что по данным ювенальных прокуроров, сейчас в Украине в результате агрессии России погибли 503 ребенка. И, к сожалению, эта цифра с каждым днем увеличивается. Так. И теперь о... Пока будут расстрелы, пока будут обстрелы ракетные, каждый раз наши дети будут находиться под угрозой гибели. Да. И теперь о неотвратимости наказания. В Киеве состоялась международная конференция по теме создания специального трибунала за преступление агрессии против Украины. Там сейчас обсуждали три модели этого трибунала. Решение Генеральной Ассамблеи ООН, декларация Украины в форме международного договора и гибридная модель, которая предусматривает создание трибунала как части судебной системы Украины. Обсуждается, кстати, также и четвертая модель, по которой возможно создание трибунала как части судебной системы другой страны, которая имеет устойчивую и развитую систему права и является авторитетной. Какая из четырех моделей наиболее реальна и может быть реализована так, чтобы международный трибунал преодолел все возможные иммунитеты для российских военных преступников? Давайте я скажу так. Ну, реалистами. Помните, я у вас несколько раз по этой теме выступал, говорил о том, что давайте будем реалистами. Это все не так просто и не так быстро, как бы нам хотелось. И, может быть, даже совсем не так, как нам хотелось, делается в связи с глобальной геополитической ситуацией и глобальной геополитикой. Потому что все глобальные игроки, в том числе и наши союзники, они думают в том числе и о своем будущем, и о своих моделях поведения в мире. То, что там прозвучало о создании интернационализованного так называемого гибридного трибунала, то есть на основании правовой системы страны, которая имеет достаточно развитую правовую систему. Ну, да, татология какая-то у меня получилась, но ничего. На мой взгляд, она, во-первых, реалистична, потому что если создавать на основании права Украины, то это надо, в принципе, менять конституцию. Под одно преступление и под один суд. Под одно преступление. А там же создается, по сути, под одно преступление. Это преступление агрессии. Нам нужно только создать под преступление агрессии. Потому что, по большому счету, под все остальное, и у нас есть МКС, который как бы под все остальные преступления, он может расследовать. Так вот, под преступление агрессии. И то, что там прозвучало, то оно обнадеживает. Серьезно обнадеживает. Если создаться, и так как прозвучало это, что это может быть страна с такой системой, это может быть Нидерланды, что это может быть в ГАГе, что это может быть, в принципе, на основании уже существующих моделей, которые есть. Потому что, смотрите, у нас уже был один такой беспрецедентный, я бы сказал, суд, в котором брали участие международные судьи на основании международного договора. Это, по большому счету, суд над организаторами убийства и сбития Боинга МА-17. И это было в ГАГе. То есть, уже такая прецедентная модель, по которой можно двигаться. Я не говорю, что она будет абсолютно такой же. Она, по крайней мере, такая модель, по которой она есть. Она есть, и по ней надо двигаться, и можно двигаться. Я бы сказал, что это было бы максимально то, что возможно выдавить из этой ситуации на сегодняшний день. Потому что, если говорить о том, что остается очень сложным, это как раз-таки то, что вы сказали, это определение иммунитета в трех лицах, которые, в принципе, по большому счету, ответственны за преступления и агрессии. Это президент, глава государства, глава правительства и министр иностранных дел. То есть, это как бы Путин, Мишустин и Лавров, они будут пользоваться иммунитетом. И вряд ли, пока они будут при должностях, в отношении них возможно уголовное проследование, в том числе и завочное, о котором мы все говорим. По отношению ко всем другим это можно делать. Шайгу, Герасимов, все остальные, все другие министры, которые принимали участие. Все-все то, что мы знаем, это все по отношению к ним, это можно делать, расследовать. В том числе, там, высшие должностные лица, там, спецслужб и так далее. То есть, Патруши и все остальные. То есть, весь Совбест, который принимал решение о войне, мы же видели это все в прямом эфире, правда? Там же, в принципе, вот оно, свидетельство, вот они доказательства, которые никуда не надо собирать, они сами эти доказательства шлепали-шлепали и выставляли прямой эфир. По отношению к ним это все возможно. Более того, тут же как бы еще есть один нюанс, о котором мы говорим, который может повысить легименитизацию этого суда. Вот создание трибунала самой Генеральной Ассамблеи, мы с вами говорили об этом раньше когда-то, да? Это достаточно сложно, потому что там надо набрать очень большую кучу голосов. И если туда, если это, во-первых, надо большую кучу голосов, а во-вторых, понимаете, тут же как бы преследование, безопасность мировая, это все в рамках ООН, это все полномочия Совета Безопасности. И если Генеральная Ассамблея начинает ломать, как бы, эту систему и перебивать полномочия Совета Безопасности, то, как бы, тут становится вопрос вообще там необходимого существования ООН, потому что, как бы, меняются местами органы ООН, которые отвечают за различные направления деятельности в мире, да? А Совет Безопасности, там Китай, там Россия, там, мы понимаем, ничего не будет, да? А вот создание трибунала международным договором несколькими странами, да, или большим количеством стран, которые могут быть как депозитарии, отправлены в ООН, и поддержана Генеральная Ассамблея, резолюция Генеральной Ассамблея, не созданием самого трибунала резолюция будет, а резолюция скажет, ну, резолюция там, Генеральная Ассамблея приветствует создание такого трибунала, да, или считают необходимым, там, правильным созданием трибунала. Это гораздо легче получить такое решение в Генеральной Ассамблее, чем само решение создания трибунала, непосредственно, понимаете? Да. И вот поэтому, если исходить из этого, то я считаю, что вот такое направление, оно, во-первых, ну, скажем так, реалистично. Реалистично. И поэтому по нему надо двигаться. Да. Что ж, будем надеяться, что будет создан этот механизм, этот трибунал, по которому все военные преступники будут привлечены к ответственности, ответят за свои злодеяния, верим в силу закона, в силу международного права и в правду, да. Что ж, спасибо за этот разговор. Напоминаю, Виктор Чумак был в нашем эфире, заместитель генерального прокурора Украины, главный военный прокурор в 2019-2020 годах.